Весной этого года мы снимали репортаж о доме номер 25, корпус 3 на улице Зубковой, где обвалилась бетонная плита крыши. Тогда жильцы много говорили о причинах разрушения. Одна из них это планомерный перекос стен дома в сторону улицы, в результате чего бетонные плиты здесь, дескать, регулярно гуляют, провисают и падают. Люди хотят капитальный ремонт кровли, однако пока что восстанавливают технический этаж. Почему нам крышу до 128 года не хотят перекрывать? Почему? Когда течет, 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 течет. Почему? А у вас сейчас что в квартире? Да у меня там стена протекла. Они мне сделали. Восьмой этаж залило, он ушел на работу, его нет. Тем временем кровля по-прежнему течет. По словам жильцов, не залатав в ней дыры, обустраивать технический этаж идея бесполезная. Но кровлю управляющая компания латать отказывается, ссылаясь на ее аварийное состояние. Она говорит, мы не можем рисковать людьми. Я говорю, а нами, жильцами, рисковать можно, получается. То есть мы в таком состоянии живем. Сейчас происходит такое, что вот плита сделана и происходят протечки, видимо, как-то там, я не знаю, вот сюда, в этой стороне, в этой стене. И протекло вот в соседней квартире 62, потому что стена отклонилась под градусом и это оторвало рубероид. Как говорят жильцы, после обрушения управляющая компания передала ремонт кровли и технического этажа в руки подрядчикам. При этом поставив жителям условие собрать 5% от стоимости работ для выделения субсидий в размере 6 миллионов рублей. Для этого необходимо было собрать подписи жильцов и деньги. Люди оказались против. Но что интересно, подписи начали появляться даже от тех жильцов, которые отсутствовали в городе. Даже не набрав двух третей голосов от общего числа собственников, 10 251 у нас квадратный метр, не набрав, они все это протащили, значит, в жилинспекцию сдали, знакомилась я с протоколом. В протоколе уже обнаружила и подделки, и как бы видела и подделки подписей. Значит, я обращался и в прокуратуру, в администрацию, в ГЖИ. Все мне говорят, если вы откажетесь, вам не выделят субсидию. Значит, дом ваш будет разрушаться. По решению этого, вот, ответа с ГЖИ, стало понятно, что они сначала соберут деньги, а затем будут ходатайствовать о возвращении этих денег к населению. Это просто развод. Ремонт все-таки стартовал. Но у жильцов много вопросов, касающихся договоров, заключенных с подрядчиком. Там не стоят даже даты подписания документов. Договора, которые нам представили, так сказать, договора, фельдкинограмоты, чтобы они были правильно оформлены, даты, сроки исполнения, подписи обоюдные подрядчика и управляющей компании. И они нам, значит, все это провели в отсутствии постановления администрации о выделении субсидий. То есть они нам, как бы, опирались на вот это постановление от 2020 года. В 2021 году это постановление, оно вышло где-то к 20-м числам после середины сентября. Но деньги управляющая компания не получила, потому что проводят прокуратура проверку на коррупционную составляющую всех документов. Граждане уверены, вместо профильного листа, который поддерживается деревянными палками, должна находиться другая конструкция. А плиты, у вас есть там этот план, они должны держать вот эти плиты перекрытия в пределах 600-700 килоньютонов на метр квадратный. Жестенка выдержит это? Она даже снег не выдержит. Жители также считают, что и ремонт технического этажа происходит с нарушением плана. Сейчас идет завершающая стадия – штукатурка стен. При этом бетоном заделывают даже электропровода. По локальной смете идет порядок, как должны производиться работы. Начинается с установления металлических конструкций, балок, рам пролетных. То есть позиций много. Они начали с 22-й позиции, которая уже близка к завершению. То есть это завершающий этап, так сказать. Больше ничего там не сделано. Там прокладывается сетка по стенам, причем не заполняя герметиком щели и трещины. Я поговорила с подрядчиком. Я говорю, сколько вы будете еще работать? Ну, неделю, наверное. То есть, получается, говорю, как же? Вы вот это замажете и все. А денег нету. Денег мне не выделили. Главный инженер управляющей организации Надежда Антипова пояснила, что денег на ремонт действительно нет. Подрядчик уже вложил в работу свои 2 миллиона рублей. Они сейчас выполняют то, что можно сделать мелкую работу, которая не стоит больших затрат. Чтобы потом на это не тратить время. А когда они начнут перечислить денежные средства, они тогда начнут закупать материал, потому что денег у них на материал больше нет. А когда это произойдет? То есть закупать металл пока нет. Однако оказать свою помощь в ремонте кровли управляющая компания РМПМК номер 3 все же пообещала. Впрочем, жители дома готовы обращаться в другие инстанции, вплоть до судебных. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Пристоит.